Здарова, ребятки! Ну что, у нас сегодня необычный выпуск. Мы встретились с товарищем. Знаете почему? Потому что товарищ купил себе новую камеру Canon R6 Mark II со скидкой по моему промокоду из моего телеграм-канала. Так что, если вы хотите тоже скидку, давайте заходите в мой телеграм-канал и будете такие же радостные, как мой товарищ, который сейчас записывает это видео на свою новую прекрасную камеру Canon R6 Mark II. Вот, мы встретились просто посидеть по-пацански, поговорить на набережной, обсудить девчонок, потестить новую камеру. И да просто весело провести время, что, ребят? Супер переход! И, кстати, вот познакомьтесь, это Антоха, владелец камеры. Тут ссылка на мой инстаграм. У него еще нет инстаграма. И он запрещен в России, поэтому... Короче, да. Ссылка на одноклассники. Одноклассники ВКонтакте. Сейчас мы, кстати, снимаем в 4К, 24, 25 кадров, 24 и с оптическим стабилизатором. Так что я держу камеру на вытянутой руке. Ты скажи, что за объектив. И объектив у нас... Скажи, что за объектив. Какой объектив? 15-35. 15-35. Это у нас 35 миллиметров. 15 миллиметров. 35 миллиметров. 15. А еще смотрите, какой прикол можно сделать. Это называется... Этот эффект называется Золи Дум. Этот эффект называется Золи... 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 Блин. Доли Зум. Короче, когда ты приближаешь с Зумом и отходишь ногами. Мы забыли какой-либо свет. И штатив. И штатив. У меня есть маленький штатив такой, горилла-под. Поэтому и свет у нас есть вот эта штука. И мы можем, короче, сидеть вот так вот с вами, как у костра, и разговаривать. Да? Давай попробуем. Короче, снимаю собаку. Вот. Вам покажу пса. Он еще не знает, что у меня микрофон тоже. О, девчонки, привет. А можно вашего песика поснимать? Да, пожалуйста. Ой, какой классный песик. Привет. Собаки меня обвали. Да, только забыл, что у меня микрофон включен. И я все это время тоже говорил. А мне пофиг. На самом-то деле, вот он сейчас говорит, что микрофон включен. У нас две петлички подключены. И знаете, какой момент? У петличек есть, короче, стереорежим. Чтобы, короче, когда ты записываешь, звук был на одном канале одного человека, а на втором канале другого человека. Зачем это надо, чтобы ты, когда говоришь, звук на другой не накладывался, а потом же нельзя обрезать, если он смешанный. А так на разных каналах. И ты просто, когда один дурень говорит что-то лишнее, ты так... Ставляешь один канал. Потому что микрофон же не стерео, и все равно все голоса записываются в мануальном режиме. Короче, короче, что сейчас Антоха расскажет свои впечатления о камере? Я выбирал между Sony Alpha A7 Mark IV, да? Нет, какой? A7 IV? 0,2. Не? Да? Да, да. Тупые названия. У всех камер тупые названия. Вот это, разбери 650D Mark IV, 2, 6D. Лучик добра попал на мой канал, где я говорю только о радости. Ну и что? Короче, я выбирал среди двух камер. Ну? И на Sony Alpha был кроп на 4K 60 кадров и перегрев. Я посмотрел 15 блогеров, которые мне нравятся. 14? 14 из них. Ладно. 16 блогеров. Конечно, почему я такой после Canon решил перейти на Sony? Потому что Netflix аккредитовала несколько камер, и они были именно соневские, а не каноновские. Но в итоге я выбрал все равно Canon R6, да, Mark II. И выбрал, потому что нет перегрева на 25 кадрах в 4K. И вообще нет перегрева на 1080. Короче, она пишет, пока батарейка не сядет. Ну, как бы я не хотел... Ну, мне нравится Sony в дизайне. Мне нравится, что она такая квадратная. Мне нравится этот острый корояк. Ну, а в руках тебе удобно, потому что я вот, когда беру Sony в руки, мне вот, не поверишь, джойстик для меня слишком острый. Вот эти грани, они как будто в работе неудобные. Да, она просто красивая. Не с проста. Все там, знаете, ты берешь в руки дрель. Берешь в руки перфоратор, дрель. Он весь такой сглажен, чтобы ты его брал в руки и работал им. И все блогеры выбирают Sony, ну, потому что они хорошо снимают видосы. Но я помимо видео еще хочу снимать фото. И, ну, сколько бы ни говорили, когда я смотрю на фотографии Canon, они всегда намного круче выглядят. По поводу Sony, знаете, что хочу сказать? Да кайфовые камеры тоже. Что, что говорить? Если у вас есть что-то Sony, то понятно, вы купите себе Sony. И мне кажется, любая собака знает, что Sony неплохие камеры. Нет, мы можем сказать вот стопроцентную мысль, которая у нас есть. Все камеры одинаковые. Все камеры абсолютно одинаковые. Я вот уже, Володя, говорил по поводу того, что я смотрел ролик в сравнении с Sony и Canon. И топовые блогеры американские, канадские, европейские смотрели два ролика, абсолютно одинаково покрашенные и абсолютно одинаково снято. Из них половину не могло определить, что снято на Sony, что снято на Canon. Хотя большинство из них снимают на Sony. Но, естественно, им присылали и Canon, они все это пользуются. То есть они вам в роликах рассказывают, как они топят за какую-то компанию, но потом показывают результаты, и они такие, типа, да мы не знаем, в чем разница. Никто не знает. Если бы был на дворе 2010 и зеркалки, я бы, наверное, сказал бы, что лучше. Все камеры одинаковые. Это уже ваше предпочтение. Ходите на эти бабки. Если вы не фоткаете, видео не снимаете, айфона, техника решает. Но тут вопрос в том, что если у вас кривые руки, то техника ничего не решает. Я, как человек с кривыми руками, предпочитаю покупать технику для того, чтобы компенсировать свое неумение что-то делать. Это как классная ручка для писателя или, там, классный ноутбук для писателя. Поэтому, если это ваше хобби, вам это нравится, вы понимаете, что вам с этим кайфовать, покупайте технику за миллион. Ну, пусть все считают, что это безрассудно. Вы слышали, он произнес слово миллион. Если умеешь радоваться, радоваться, радуешься, не умеешь, так сиди. Поэтому берите, если есть бабки. Короче, ребят, сейчас мы протестируем, как работает стабилизатор матричный плюс стабилизатор в объективе в 15-35. Также сравним со стабилизатором еще цифровым и посмотрим, как они работают еще на полтиннике. Короче, смотрим. Делаем как? Сейчас у нас включен только стабилизатор в матрице и в объективе. Сделаем фокусное расстояние 35 миллиметров и поехали. Вот я просто иду. И еще смотрите, как отрабатывает автофокус. Джессика. Так, теперь у нас только цифровая стабилизация и выключена оптическая. Теперь у нас только цифровая максимальная стабилизация. Теперь у нас оптическая стабилизация, матричная и средняя цифровая. Мне кажется, очень круто. Джессика. Джессика. Ча будешь. Так, и давайте последнюю стабилизацию попробуем. Знаете что? Сейчас у нас цифровая стабилизация и оптическая. Ого! Средняя. И все это за 2500 долларов? Вау! Еее! Это рэп-клип для группы Винтаж. Ну что, ребят, мы надели сейчас на R6 Mark II объектив 50 миллиметров без стабилизатора. Включили матричную стабилизацию и среднюю цифровую. Видите, какая прекрасная плавная картинка. Антоха снимает меня с рук. Че думаете? Напишите мне в комментах. Че, вообще как вам нравится картиночка? А ты хочешь подвигаться, нет? Может, ты походишь? Так ты иди. Я такой назад пошел. Пока! Ууу! Домой! Побежали! На полтиннике тряска прям видна. Ну, конечно, угол большой. Да, и этот объектив... Я чувствую, как он жужжует в руке. И че? Ну, ничего, просто говорю. Жужжит в руке, и то, что им сложнее управлять, теряет фокус быстрее. Быстрее. Хотя я вижу, что он фокусируется на глазах, и даже могу переключать твой глаз. Кстати, прикольно, вот ты сейчас поворачивался, и я перефокусировался на другой глаз. Ну что, ребятки, сейчас у меня включена только матричная стабилизация, и вас может немножко стошнить, как говорит Антоха. Вот я просто иду и держу его руками. Ну, он, конечно, болтается, да, и фокус еще не ловит сразу. Но задонайте, пожалуйста, на 24,70. А еще, ребятки, если хотите купить себе любую фототехнику с хорошей скидкой, заглядывайте в мой телеграм-канал, я там делаю скидки для своих подписчиков на новую фототехнику с доставкой по всей России. Он, кстати, почему-то чего-то, он же понимает твое лицо, но почему-то не хочет фокуситься. Я думаю, что мотор в этом объективе... Нет, не мотор. Он просто молчит, он не жулькает, он просто такой, типа, я не уверен. Вот сейчас я иду к тебе, вот он сейчас вот жульк-жульк-жульк-жульк-жульк. Ну, может быть, потому что на 1,8 не надо это делать. Ну, у него там... Корабль! Дистанция-то сколько? Стабилизация! Стабилизация! Это я его попросил аватарку сделать. Ну что, ребятки, вот мы вместе стоим. Знаете почему? Потому что мы поставили камеру на штатив. Да? Вот так вот. На мусорку. Да. Я, кстати, покажу сейчас, как это выглядит. Сфоткаю на телефон. Нет, даже запишу видос, и вы увидите, как выглядит эта красота. Вот так вот это выглядит наша камера. Еее! Что хочу вам сказать? У нас завершение видео. Мы пофоткали на камеру. Мы посеяли, поболтали. Насладились осенней Москвой. Да, Антох? Сравнили две камеры. Сравнили две камеры. Кстати, да. Мы взяли две камеры. AirCook, Canon R и R6 Mark II. Взяли два полтинника 1.8. Да. И сделали фотки с одинаковыми настройками. Выдержка... Зачем? Выдержка 100, диафрагма 1.8 и чувствительность 3200. Зачем? Затем, что я парился по поводу того, что у меня был Canon R. Там было 30 мегапикселей, а здесь 24,5. И мы хотим сравнить с одинаковыми объективами, с одинаковой выдержкой, с одинаковым ISO, что в итоге получится. Получится ли это круто или получится херня? Например, как я, который смотрел все время на экранчик, а не в объектив. Да, я выложу это на своем канале, так что Антоха все равно это вряд ли выйдет. Точно нет. Так что, ребятки, поставьте лайк, напишите, пожалуйста, свои вопросы, что вам интересно сравнить. Я сделаю сравнение. Может быть, Антоха присоединится к этому сравнению. Мы, короче, будем обсуждать камеры, как-нибудь сделаем еще такой же выпуск и будем честно говорить о своих чувствах, понимаете, к фототехнике. И вообще, расскажите, нужен ли подкаст? Вот если бы мы двое сидели и разговаривали про камеры, даже, возможно, на стриме, и разгоняли бы про эту всю историю. Вообще, надо вам? Хотите вы узнать мнение хобби-любителей и профессионала насчет каких-то вещей? Потому что мы задолбали сидеть на сайтах фототехники, разобрались во многом, и поэтому можем вам что-то советовать. Но вы нас, может, не слушайте. Самое главное – это то, что есть у вас внутри, понимаете, в вашем сердце. Ой, да началось. Пошел ты! Не, реально, это самое главное. Не камера. Не то, насколько у вас мегапиксельная камера или там светосильная битки. А бабки на камеру. Вот. А бабки на камеру. Бабки вы заработаете на камеру только если вы умеете делать что-то классное. Поверьте мне. А это далеко не классный фотоаппарат, а это именно ваше умение. Поэтому развивайтесь, думайте, пробуйте новые. И главное – делайте побольше попыток и верьте в себя. И все у вас получится. Сердечко, любовь и хорошего настроения. Пока-пока. И еще, если вас интересует индивидуальное обучение фотографии, ретуши, либо освещению, тоже заглядывайте в мой телеграм-канал, там закрепить вся информация. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова